Всем привет! Я Евгений Замятин. Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к изучению нашего любимого увлечения, да, ловли карпа, я поздравляю всех болельщиков сборной России. Сегодня состоялся первый матч чемпионата мира по футболу. Наши выиграли со счетом 5-0. И я присоединяюсь со своими словами поздравления, поздравляю всех. Спасибо большое игрокам, тренерам, всем, кто причастен к этому великому историческому событию. Всех нас с победой, 5-0. Ну и давайте приступим теперь уже к нашему любимому увлечению ловли карпа. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать карповый монтаж, который называется клипса. Это донный монтаж, как собственно и все четыре классических карповых донных монтажа, о которых мы слышали или что-то знаем, а именно. Существует четыре классических карповых донных монтажа. И все они монтируются на ледкоре. Это монтажи инлайн, вертолет, бегущий и клипса. Сегодня мы с вами научимся вязать универсальный карповый монтаж для донной ловли, который называется клипса. Почему же существует несколько видов карповых монтажей? Логично предположить, что условия на дне водоемах разные. Водоемы у нас тоже разные. Бывает характер дна сильно отличается у одного водоема от другого. Например, есть водоемы с таким глубоким илом, очень мягкое дно. Есть водоемы с каменистым, плотным дном. А есть водоемы, поросшие водорослями. И именно там часто приходится ловить карпа и амура. Поэтому в зависимости, конечно же, от характера дна водоема, от его рельефа дна, мы применяем тот или иной карповый монтаж. Но в то же самое время, понятное дело, что для дальности заброса они также не одинаково хороши. Они отличаются друг от друга. Например, возьмите себе на карандашик, что самый дальнобойный карповый монтаж, это монтаж вертолет. Но вертолет применяется только там, где как раз-таки очень мягкое дно или илистое дно. А вот, например, карповый монтаж клипса, вы его так далеко, как вертолет не забросите. Но зато карповый монтаж клипса применяется часто там, где монтаж вертолет, ну, может не очень справиться со своей задачей. Например, если на дне у нас находятся водоросли. Так вот, как раз-таки, когда мы ловим среди водорослей, карповый монтаж клипса, это идеальный монтаж для ловли карпа, идеальный донный монтаж. Разумеется, когда мы говорим о такой популярной и модной разновидности ловли карпа на длинный поводок, то это будет совсем другая история, о которой мы поговорим в другом видео. А сегодня знакомимся и вяжем. После этого видео каждый из нас будет уметь вязать монтаж клипса. Все монтажи, карповые монтажи, как мы знаем, вяжутся на литкоре. О том, как вязать петлю на литкоре, мы с вами познакомились в предыдущем видео. И я вам, кстати говоря, пообещал, что я продолжу рассказ о том, как еще вязать правильную петлю, в зависимости от того, какой монтаж мы с вами собрали связать. Так вот, для того, чтобы связать монтаж клипса, мы одну часть литкора, с одной стороны литкора, вяжем стандартную петельку, которую мы с вами уже научились вязать. А вот с другой стороны нашего литкора сейчас мы свяжем специфическую петлю, потому что наша задача с этой стороны литкора присоединить вертлюжок. Да не просто вертлюжок, а быстросъемный вертлюжок. Что такое быстросъемный вертлюжок? Посмотрите, пожалуйста, вот на фотографии на белом фоне видны 4 разновидности вертлюжков, быстросъемных вертлюжков. Мы видим, что все они различные модификации. С одной стороны мы видим, собственно говоря, металлический крючок, а с другой стороны металлическую петлю. Мы видим, что и крючки разные, то есть они на различной высоте, и петельки-то эти металлические, с другой стороны вертлюжка разные. И это все, разумеется, не случайно. Каждый из этих бестосъемных вертлюжков годится для своего монтажа. Так вот, дорогие друзья, для того, чтобы связать монтаж на лидкоре клипса, мы с вами применяем вот этот вертлюжок, который мы видим. То есть это самый простой и среди всех, самая простая модификация среди всех представленных быстросъемных вертлюжков. Быстросъемные вертлюжки также различаются друг от друга по размерам. У них существует свой размерный ряд, от очень маленьких до очень крупных. Поэтому мы берем и подбираем себе такой вертлюжок, который нам необходим в зависимости от грузила. Но об этом не сегодня, об этом мы поговорим в свое время. Итак, сегодня наша задача научиться вязать монтаж клипса. Вот, собственно говоря, мы его и будем сейчас вязать. Для того, чтобы связать монтаж клипса, нам нужен лидкор. Необходима сама клипса. Клипсы тоже бывают разные. Из металла, из пластика. Но суть остается одной. Это клипса. Вертлюжок, ножницы, специальный крючочек. Где он у нас? Синенький крючочек с синей корочкой. С тоненькой частью вверху. Вот у изгиба крючка, это часть, которая вместе с собачкой, вот с этой вот задвижкой. Она должна быть у нас тоненькая. Вот, только такой крючок нам годится, чтобы вязать петли на лидкоре. И клей. Все. Вот набор необходимых инструментов. Современная рыбалка очень походит на конструктор. То есть мы берем и как конструктором пользуемся нашими частичками снастей оборудования. Итак, вот, дорогие друзья, нам необходима клипса, вертлюжок, вот эта вот игла, ножницы и клей. И, собственно говоря, конечно же, сам лидкор. Итак, с одной стороны лидкора у нас связана вот обыкновенная петля. А с другой стороны нашей лидкоры мы вяжем уже петлю специально. Итак, вспоминаем, как в прошлый раз. Первое, что мы делаем для того, чтобы связать петлю на лидкоре, мы освобождаем из чулка, вот этой плетеной резки, освобождаем металлическую проволоку. И обстригаем ее. Примерно 7 сантиметров расстояние этой проволоки. Все, обстригаем. Убираем эту проволоку в сторону. Кто бережет свинец для каких-то будущих там самоделок, то можете не выкидывать эту проволоку, там, хранить. А кто не собирается дальше использовать эту проволоку, утилизировать ее без всякой жалости. Сдвигаем чулок обратно. Видим, что у нас вот тут свободное от металлической проволоки местечко, а вот здесь вот уже металлическая проволока внутри есть. Находим это место. Берем нашу иглу. Видите, она остренькая с одной стороны. Чтобы вам было удобно попасть внутрь этого чулка, протыкаем остренькой частью, заводим внутрь этого чулка нашу иголочку. И вот так вот до середины. Видите, она со всех сторон внутрь, как в чулок залезла. Вот, примерно до серединки довели. И наружу его вот так вот высвободили. То есть наш крючок вот с этой вот собачкой наружу и чулочек. Сейчас самое интересное. Мы берем наш вертлюжок и вот с той стороны, где вот его петелька, мы в эту петельку продеваем вот этот кончик нашего литкора, свободного уже от металла. Отдели и пусть он так болтается. А мы, в свою очередь, этот свободный кончик зацепляем нашим крючком, зажимаем его вот этой специальной собачкой и протаскиваем сквозь чулок. То есть чулок в чулок. Наша задача затолкнуть в эту трубу из пустого чулка наш вот этот вот кончик. Все, затолкали. Спокойно вот так вот вытягиваем, потому что нам для этого и нужна вот эта, собственно говоря, собачка, которая не позволяет зацепиться крючком дважды. Все. Видим, что вот этот вот хвостик получился такой пышненький. И мы его обратно затаскиваем, не выпрямляя, опять же, этот чулочек, просто спрятали. И вот теперь мы можем спокойно натянуть и выпрямить наш литкор. Вот мы одели петлю на наш вертляжок быстросъемный. Теперь мы берем клей и не по всей длине вот этой вот нашей чулка в чулке, чулок в чулке, видите, у нас получилось вот в этом месте. Мы не по всей длине клеем промазываем, иначе вы сформируете тут такую трубу, из которой вот эта петля легко выскочит, обязательно выскочит. Поэтому мы клеим, клеим только вот в этом месте, где у нас есть вот заканчивается петля, и в месте, где у нас начинается вот эта сердцевинка здесь, ну, короче говоря, где наш чулок в чулок-то и начинается. Вот тут капнули клеем, и вот в этом месте капнули клеем. Кстати говоря, используйте какой-то целлофан, целлофановый пакетик, то есть пальцами вот так вот не прижимайте, иначе у вас пальцы тоже приклеятся, это будет и неприятно, и можете даже до крови потом, не дай бог, эту кожу себе порвать. Поэтому берите обыкновенный полиэтиленовый пакетик, и этим полиэтиленчиком придавите, и у вас будет все заклеиться надежно и безопасно. Все, с одной стороны у нас появился вот этот вот зацепленный вертлюжок быстросъемный, с другой стороны просто петелька. Нам с вами сейчас необходимо вот эту клипсу надеть на литкор. То есть мы это делаем с противоположной, разумеется, от вертлюжка, быстросъемного вертлюжка, с противоположной стороны. Задача наша утопить потом в стаканчике клипсы наш вертлюжок, вот бочку вертлюжка, утопить в этом стаканчике. Чтобы нам было удобнее это сделать, потому что, видите, у нас из двух частей клипса состоит, то есть конус вот этот силиконовый, и, собственно говоря, сама клипса, то есть петелька, за которую мы будем в дальнейшем прицеплять грузин. Поэтому мы надеваем силиконовый конус на эту клипсу, мы берем такой же самый, тот же самый наш крючок с этой задвижочкой, продеваем со стороны, с тоненькой стороны, с тоненькой, не с толстой, где стакан, а с тоненькой стороны мы аккуратно продеваем наш крючок, берем петельку с противоположной стороны лидкора, зацепляем, закрываем собачкой и пропускаем наш лидкор сквозь клипсу, там есть специальное отверстие. Вот это у нас получается линия, сквозь которую мы эту клипсу пропустили. И спокойненько, вот она, вот она, вот она прибежала, и мы спокойно одеваем прям вот на сам, видите, стакан зашел в стаканчик, то есть мы плотно в эту клипсу одеваем наш вартежок. В итоге у нас получилась вот такая вот конструкция. Смотрим, так. Вот этот крючок нам необходим для того, чтобы мы на него будем нацеплять наши поводки, совершенно верно. А вот этот клипс, крючок на клипсе, нам необходим для того, чтобы мы, вот видите, грузило. Грузило. Грузило тоже с вертюшком. Грузило тоже разное бывает, об этом мы поговорим в свою очередь, но сейчас нас интересует именно такое карповое грузило, у которого есть тоже вертюшок, петелька с вертюшком. И мы вот эту самую вот петельку вертюшка одеваем на петельку клипсы. Одели? Одеваем. И силиконовым конусом закрываем. Все. Монтаж клипса, карповый монтаж клипса на литкоре у нас готов. В дальнейшем, когда карп клюнет за наш поводок, а вдруг что-то там порвется, карп начнет дергать, 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 постепенно сдернет вот этот вот силиконовый конус, постепенно у него вылетит из этого конуса плавно и аккуратно наш грузик. Все. И карп освободится в дальнейшем, и наш монтаж не причинит ему ни малейших трудностей. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами и научились вязать монтаж клипса. Это карповый монтаж. Один из классических карповых монтажей для донной ловли карпа и амура. Кстати говоря, напишите, пожалуйста, в комментариях, во-первых, ваше отношение к монтажу клипса. Где вы любите применять такой монтаж, если его применяете? Если вы только впервые познакомились с этим монтажом, напишите свои предположения или вопросы. В частности, я предвижу, что многих будет интересовать вопрос, а куда девайсы грузила после того, как, допустим, карп порвал снасть, и в итоге вот этот силиконовый конус открылся, вот что будет с грузилом. Я вам отвечу в комментариях, что будет с этим грузилом. Итак, это замечательный, очень удобный, классический вариант карпового монтажа, называется клипса. Я поздравляю всех, кто впервые познакомился с этим правильным карповым монтажом. Всем не хвастанье чужие. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова